Привет, ребята! Добро пожаловать на канал, в новый влог. Меня зовут Алина Лайден. Мы сейчас всей семьей собрались в ресторан. Сажаем Слёкра сейчас в машину. Индонезийская помощница помогает. И поедем. Мы почему-то не на нашей машине поехали, а Сокров взяла такси. Как сиди? Сокров говорит на тайваньском языке с таксистом. Я ничего не понимаю. Я поняла, почему мы не на двух машинах наших, а на такси поехали. А сестра со свёкром, сестра Диамфонга со свёкром, с ребёнком и с мужем на другой машине. Потому что в темноте Диамфонг не видит, он не водит машину вечером. И сестра сегодня не за рулём, потому что, короче, внимание! Ей подсадили яйцеклетку, она сейчас беременная, так как у них уже есть дочь. Так, громкие разговоры. Они специально выбрали, оплодотворили ей эту клетку. Ну, ребёнок их будет. Как это называется, я не очень понимаю медицинские термины, но они хотели второго ребёнка, чтобы был мальчик специально. И поэтому она сейчас ей подсадили, и чтобы она не нервничала на дороге, ничего. Она беременная, поэтому мы взяли такси. Обычно она ведёт нашу машину, когда мы на двух машинах едем. Так что у неё скоро будет второй ребёночек. Это мы будем отмечать сегодня китайский Новый год всей семьёй, потому что по тайваньским, китайским, азиатским традициям первый день Нового года мы отмечали дома. И я это показывала в предыдущем влоге. И мы не могли собраться всей семьёй, потому что дочь, если она выходит замуж, она должна отмечать с родителями мужа Новый год. Соответственно, без сестры Диамфонга мы праздновали, и вот только сейчас, спустя пару дней, мы все вместе идём в ресторан. Мы так всегда отмечаем. Сначала чисто со свёклями я и Диамфонг, и потом все вместе, когда уже сестра с мужем и с ребёнком к нам присоединяются. Мы сейчас на парковке, время поджимает, сейчас побежим к ресторану. Я её увидела, сразу на руки взяла, на руках сначала несла, а потом поставила. Какая забавная принцесса. Так, заходим внутрь, здесь всё украшено. Вот и наш ресторан. Мы здесь уже были в прошлом году. И у нас, получается, столик рядом с выходом, чтобы свёкру было удобно сидеть. Мой сегодняшний аутфит в сиреневых цветах. Здесь получается сет-меню, то есть нельзя ничего убирать по меню, уже всё в ресторан нам предложено. Просто заказывайте, сколько вас человек за столиком, и от этого рассчитывается плата. Хочу в туалет сходить. Далее красные конверты. Малышонку. От нас, от бабушки и от дедушки. Три красных конверта. Помогаю Диамфонг накладывать родителям. И себе. Первое блюдо прошло. Различное мясо здесь. Лёгким движением руки. После мясной нарезки были морские ушки на сливочном тофу. Моллюски с корнем лотоса и древесными грибами. Креветки в панировке с ананасом. Жареный рис с мясом и креветками. Нежнейшая рыбка. Традиционный новогодний суп Будда перепрыгивает через стену с мясом, грибами и разными корешками. Свиные ребрышки в странных специях. Хрустящие рулетики с луком и креветкой. На десерт панна-кота с манговым джемом. У нас, как всегда, не без приключений. Свекор довел всю кровь до слез тем, что начал возникать, когда сестра захотела сделать совместные фото. Он всегда стесняется своей инвалидности. С ним случился несчастный случай. Он упал с крыши и повредил позвоночник еще до моего переезда на Тайвань. И свекор практически никогда не выходит из дома, только иногда в больницу выезжает на гимнастику для инвалидов и пару раз в год с нами в ресторан. Он считает, что люди на него плохо смотрят, осуждают и он не хочет, чтобы его видели на коляске. Свекор, кстати, бывший полицейский. Ну, в общем, он не хотел фотографироваться на память, что-то грубо ответил свекрови, тап слезы, даже наделал солнцезащитные очки, чтобы не видели, как она рыдает. С платочком сидела, где Фонга успокаивать начал, как всегда, какой-то цирк с такими родственниками у нас. Фонга тоже использовалась от этого настроения. Он очень чувствительный и всегда очень близко все к сердцу воспринимает. Как говорится, в семье не без приколов, но я на своей позитивной волне, чужой негатив ко мне не прилипает, стараюсь жить на яркой стороне жизни. И это мой осознанный выбор. Врываясь к вам с важным объявлением, мой гайд по переезду и адаптации в Тайване можно купить по ссылке в описании на Boosty. Там вся самая полезная информация, море ссылок. Гайд на 121 страницу. Здесь я выложу оглавление, кто еще не видел, и также в описании где-нибудь здесь подробное видео, где я рассказываю про гайд. Там собран мой 7-летний опыт проживания в Тайване. И там есть абсолютно все, что вам надо, чтобы почувствовать себя здесь, как дома. Если вы хотите, чтобы Тайвань стал вашим домом, так же, как он стал для меня, чтобы адаптироваться и жить, пользоваться местными всеми лайфхаками наравне с тайваньцами. Продолжайте просмотры влога. Гайд в описании. Я сегодня сделала особенно яркий макияж глаз, что мне не свойственно. Я не думаю, что мне такие яркие цвета идут. Но эксперименты для разнообразия. Пока ждем следующее блюдо, я здесь гуляю, снимаю зал. Очень давно это платье не надевала, думаю, нужно дать ему тоже шанс. Когда по одному блюду вот так его носят каждый раз, то всегда стол пустой. И одно несчастное ребрышко на тарелке. Так, все, мы вышли. Мне так нравится, как демпунг выглядит в этой кофточке. Прикровь оплачивает здесь. И тут тоже зал ресторана другой. Все отмечают Новый год. Мне еще так весело. Телефон только что сообщил, что у меня недостаточно памяти. Хотя у меня там очень много памяти. Я пользуюсь iCloud. И мне пришлось кое-что удалить, чтобы продолжить записывать влог. Офигеть. Вот и мы пришли к моменту, когда не хватает памяти. Такси нужно ждать 7 минут, они пока минуты сядут, пройдут. Я тоже посижу. Буду заканчивать этот влог. Так люблю красные фонари. Ребята, спасибо за просмотр. Как всегда, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч. Завтра мы улетаем. Даже уже, нет, не сегодня. Завтра в 5 утра мы улетаем в Гонконг. Я еще до конца не собралась. Я в режиме бешеной белки собираю наши чемоданы. Сейчас яду домой. Декорейшн. Буду это собирать. И мы скоро с вами отправляемся в Гонконг. В Гонконг я тоже буду очень много снимать. Будет классное время. Так что ждите новые влоги. Всем удачи и пока.